Это Большой Утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург и у нас для вас прекрасные новости, а точнее прекрасные новости для всех поклонников русского рока и любителей хорошего кино. На экраны выходит художественный фильм «Джонни», посвященный рок-музыкантам второй половины 20 века. Прообразом главного героя стал лидер группы «Зоопарк» Майк Науменко, роль которого сыграл актер и музыкант Николай Фоменко. Все подробности узнаем мы с первых уст. У нас в гостях режиссер картины Алексей Рыбин, Алексей Викторович. Доброе утро. Рады вас видеть в нашем эфире. Очень приятно. Здравствуйте. Алексей Викторович, но вы не понаслышке знаете, какой была жизнь рок-музыканта в 80-х годах. В 82-м году вы, собственно, вместе с Виктором Цоем, у которого, кстати, сегодня, 21 июня, день рождения, стали сооснователем команды кино. Мы прекрасно знаем ваше творчество в группе «Гарина Гиперболоида» сегодня. Почему вот сейчас захотелось поговорить о том времени? Почему захотелось рассказать о рок-музыкантах 80-х? Ну, во-первых, конечно, мне это интересно, и нам всем, всем тем, кто принимал участие в создании фильма, это безумный интерес, потому что это наша жизнь, это наша юность, наша зрелость, наш творческий взлет, может быть, хотя я думаю, что он еще продолжается. Это первое. А второе, я могу сказать, что об этом времени художественного кино практически нет. А если есть, оно настолько не соответствует исторической правде, что меня это раздражает, на самом деле. То есть, ну, в фильмах, в фильмах о том времени практически правдивых фильмов нет. Я могу сказать, за исключением Шахназарова, пожалуй, у него есть пара историй таких. Алексей Викторович, но вы же являетесь не только режиссером, но одним из авторов сценария. Расскажите, как появился Майк в сценарии. Одним автором сценария. Да, одним автором сценария. Как там появился Майк Науменко, и, собственно, расскажите немного о сюжете. Ну, о сюжете я не буду рассказывать ничего, лучше посмотрите. Ну, хотя бы в двух словах. Жизнь, это Ленинград, 80-е годы. Это 50% Ленинград, 80-е годы, 50% это Санкт-Петербург, наше время. То есть, две временные эпохи зато. Да, две временные эпохи и разница между ними, скажем так. Но поскольку, собственно, прообразом главного героя стал Майк Науменко, получается, что в вашей истории Майк не ушел в жизнь, как это произошло в 1991 году, а это, в общем, его жизнь продолжается, и мы фантазируем... Все равно мы хотим раскрыть секрет сюжетной линии немного. Это фильм не про Майка. Вы правильно сказали, что Майк это прообраз главного героя. Собирательный образ. И как они существовали, как мы все существовали, словно говоря, там, в 80-м, 81-м, 82-м годах. И как мы все существуем сейчас. То есть такое сравнение некое, эпоха все равно происходит. Ну, скорее не сравнение, скорее развитие. Скорее... Мы видим, вот показываем кадры, фотографии со съемок, видим Николая Фоменко. Расскажите, как уговорили его поправиться на 15 килограммов специально для этой роли? По-моему, на 10. На 10? Да, по-моему, на 10. 15 была, видимо, цель, сумел только на 10. Да, да. Ну, просто Коле я чрезвычайно признателен и буду признателен всегда. И Коля, мы ему отправили сценарий, он сел в самолет, он все время в разъездах, у него много дел. Он начал читать сценарий в самолете, потом перезвонил, сказал, что самолет приземлился, я успел прочитать половину, я согласен. Я буду сниматься и буду делать все, что от меня потребуется. Посмотрел на себя в зеркало, понял, что он немножко слишком спортивен для этой роли и сам решил поправиться. А, то есть это его решение. Да, да, поскольку он профессионал, он творческий человек, он актер с большой буквы, артист, я бы даже сказал, с большой буквы, серьезный очень человек в этом смысле. И он внимательно очень подошел к этой роли. Ну, группа «Секрет» пела песни, даже Майка иногда пела. То есть они хорошо, они были хорошо знакомы. Они очень дружили, они очень дружили, и Коля прекрасно Майка знал, знает, они большие друзья были. Съемки проходили в исторических локациях, потому что поклонники все, конечно, хорошо знают дом Майка на Боровой улице, или все-таки не это было главным? Нет, мы строили декорацию, мы строили декорацию, все, что в интерьерах снято, в этой картине все построено. За исключением одной квартиры, богатой, где живет одна из героинь картины. А комната Майка, она построена замечательным художником Владом Никулиным. Фильм о музыкантах, значит, соответственно, музыка, наверное, имеет фундаментальное значение, да не наверное, а точно. Да. Расскажите о музыкальной составляющей картины. Ну, это песни Майка, это песни Майка, которые нам любезно предоставлены первым музыкальным издательством. И сыграли их мы, группа Галина Гитлова. Вот, я только хотел сказать, опять это секрет, раскроем или нет, уже знал, когда это произойдет. А спел Коля. Николай Федорович. Да, да, да. Алексей Игоревич, как вы определяете, для кого вообще это кино в первую очередь? Кому, как вам кажется, оно будет интересным? Кто хочет поностальгировать или наоборот молодежь приобщить к этому эпигурию? И что, и что, которые не помнят, может быть, того времени, могут для себя почерпнуть? Знаете, мне этот вопрос задают все время, и когда я снимал первую картину, мы ее показывали на Кинотавре, и одна из журналисток спросила, а для кого это кино? Да. Кто ваш предполагаемый зритель? Я ответил на этот вопрос, что мой предполагаемый зритель – это тот, кто придет в кинотеатр. Для него именно я снимал это кино. Я не знаю, кто придет в кинотеатр. Это кино для… Я не знаю, я не люблю, когда… Мы будем снимать кино для 16 плюс тире 25. Наверное, к тому, я думаю, Дарина… Достоевский писал для всех. Да, да. Молодежь современная. Современная молодежь, кто в социальных сетях просто живет, сможет ли она понять всю глубину той жизни 80-х? В этом контексте. Не знаю, не знаю, сможет или нет. Ну, попробовать можно. Алексей Викторович, мы их благодарим. Мы их благодарим. Спасибо большое, что нашли время, присоединились к нашему большому утреннему эфиру. Ждем саундтрека «Гарина и гиперболоиды». Ждем фильм на экран. Ждем фильм. И давайте договоримся, что следующую премьеру, следующего фильма, которому Николай Фоменко похудеет на 10 килограммов обратно, мы тоже проведем здесь с ним же в нашей студии. 13 июля начинается прокат. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.